МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВЗРЫВ ВЗРЫВ Какой я воню? Моя банда жена и двух детей. ВЗРЫВ Речь шла о приготовлении к убийству. Ни одного трупа не было. ВЗРЫВ Был нанят убийца, который у меня и должен был бы пристрелиться. ВЗРЫВ Были свои киллеры, исполнители. ВЗРЫВ Он в себе создал такой ореол криминального авторитета, совершенно неуязвимого. Эта группировка была самая мощная. Почувствовали себя в мафиозе. Профессионально занимался подбором баранов. 15 пистолетов с глушителями, ящик гранат, пулеметы, три ведра патронов. Все это было изъято у томских киллеров, которые собирались выполнить очередные заказы. В прицелы преступников попали местные чиновники и влиятельные бизнесмены. Указания наемники получали от бывшего санитара городского морга криминального авторитета Игоря Рожина. Своей жестокостью и кровожадностью лидер группировки прославился на весь регион. Обезвредить наемников и главаря было поручено сотрудникам ФСБ. Мы взялись за это дело. Это будет честный детектив. В конце 90-х годов в России еще продолжались криминальные войны. То там, то здесь гремели взрывы и автоматные очереди. Бизнесменов и бандитов расстреливали в подъездах и на улицах днем и ночью. Лидеры группировок заказывали своих конкурентов, а те, в свою очередь, тоже нанимали профессиональных киллеров. Взять под контроль крупный бизнес – это было главной целью организованной преступности. Сибирский город Томск не остался в стороне от российской криминальной революции. Здесь тоже шла и своя война, и был свой король преступного мира. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Перед Герцоном в правом ряду, на помидоре. Мы лидируем. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вылазим под зеленую стрелку, пойдем по колечку. ЗВОНОК В ДВЕРЬ С кем бы он ни встречался, всегда и везде за ним и наблюдали видеокамеры спецслужб. Оперативная справка. Рожин Игорь Юрьевич родился в 1963 году. Занимался восточными единоборствами. Около трех лет проучился на юридическом факультете Томского госуниверситета. Работал санитаром морги, где по ночам на трупах отрабатывал приемы каратэ. Главарь банды прославился особой жестокостью. Ставку дел на таких же отморозков, как и он сам. Ростом Игорь Рожин вымахал по 2 метра, а весом 130 килограммов. Внешне похож на добродушного Пьера Безухова из «Войны и мира». Вначале бывший санитар морга был на подхвате у Томского авторитета по кличке «Китаец». А после того, как лидер банды умер от передозировки наркотиков, недоучившийся юрист сколотил свою бригаду роженцев. Эта группировка была самой мощной в городе. И, в общем-то, боевое звено насчитывало где-то около 50 человек. Для Томска это очень много. Действовали очень жестоко, дерзко. Не задумываясь, могли пустить в ход оружие. Приобретали союзников в правоохранительных структурах. Были свои киллеры, исполнители. Ни одна преступная группировка, ни один коммерсант не мог протестовать рожену. Это, в общем-то, моя большая глубокая уверенность. Он даже не платил так называемый воровской общак. Под колпак спецслужб банда рожена попала после того, как ее участники стали активно сотрудничать с казахстанскими баронами оружейного бизнеса. Роженские приобретали стволы и боеприпасы крупными партиями. Часть криминального товара ящиками отправляли в московским криминальным группировкам, которые за эти пистолеты и автоматы платили большие деньги. По некоторым данным, оружие в Москву переправляли самолетами. В одном из столичных аэропортов груз регулярно встречала одна и та же карета скорой помощи. На спецавтомобили и вывозили оружие с территории аэропорта. Роженские занимались не только покупкой и перепродажей боеприпасов, но еще крышевали весь крупный бизнес Томска. Главаря бригады по кличке Рожа боялись, но уважали и коммерсанты, и госслужащие, и некоторые представители силовых структур. Во всех учреждениях и офисах к Рожену обращались только по имени и отчеству, Игорь Юрьевич и только на вы. А его подельники между собой авторитета ласково называли папой. Он в себе создал такой ореол криминального авторитета, совершенно неуязвимого и очень сильного. Поэтому все коммерсанты предприимчивые, коммерсанты, чиновники, от которых зависело то или иное решение, они, в общем-то, пребывали, по мнению Рожена, и должны были пребывать под его контролем. Практика в морге не прошла даром для главаря банды. По рассказам оперативников, он иногда забирал из холодильных камер человеческие тела и складывал в багажник своего «Мерседеса». После чего Томский Пахана въезжал офисы несговорчивых предпринимателей и демонстрировал покойников, обещая, что с ними может произойти то же самое. В основном после таких ужасов бизнесмены сразу соглашались платить бандитам. Рожен никогда никому не угрожал убийством или расправой. Он просто обещал, что вскоре могут произойти неприятности. Своё слово главарь банды держать умел. Правой рукой Игоря Рожена был Роман Исаенко, бывший криминальный репортер одного из местных телеканалов. Так же, как и главарь группировки, Исаенко учился в госуниверситете. Но настоящая бандитская жизнь полностью его захватила. И так недоучившись, Роман в результате сам стал героем криминальных телесюжетов. Роман Исаенко по кличке Тенцор среди роженских считался интеллектуалом, образованным и умным человеком. Его называли мастером конспирации. Он умел ускользнуть от преследования, скрыть следы преступлений. Остальные члены банды вполне заурядные люди. Костя группировки состоял из семи преданных и надёжных людей. Только им доверял осторожный, хитрый и кровожадный авторитет по кличке Рожа. У главаря Шайки был мощный и влиятельный покровитель, который сейчас трудится в Москве и занимает серьёзную должность в одном из министерств. Так вот, этот чиновник за преданность и за личный вклад Рожана в борьбу с неугодными бизнесменами Томска подарил своему подопечному роскошный бронированный «Мерседес», который по спецзаказу собирался в Германии для мэра Праги. Но, видимо, у чешского чиновника не хватило денег. Автомобиль попал в Россию и достался Рожану. Спецслужбы несколько лет следили за участниками группировки Рожана. Всё это время оперативники пытались внедрить своего человека в банду, чтобы собрать мощную доказательную базу по всем уже совершённым и ещё только готовящимся преступлениям. В конце 90-х годов Рожанская группировка полностью стала контролировать весь город. Бандиты даже решили ликвидировать неугодных им чиновников и бизнесменов, которые не реагировали на угрозы и не хотели становиться перед ними на колени. В список предполагаемых жертв попали заместитель мэра Томска Анисим Учитель, руководитель городского сада Владимир Ковешников, супруга крупного томского нефтяного магната Зинаида Дель. Также бандиты планировали расправиться с бывшим председателем областного законодательного собрания. Оружие и боеприпасы были уже наготове, киллеры отрабатывали маршруты передвижения своих жертв. В Томске прогремели первые взрывы. Бандиты объявили охоту на тех, кто отказался им подчиниться. Он никогда не разъяснял никаких деталей. Он просто четко объяснял одно только. Убирай, стреляй с автомата или с пистолета. Продолжение после короткой рекламы. Красная девятка. Собираемся по тройке. Одна группа ФСБ постоянно каталась по городу за мерседесом авторитета Игоря Рожина. Другие же оперативники работали по остальным членам банды, пытаясь кого-нибудь из них завербовать. Со временем Федеральной службе безопасности удалось вычислить штатного киллера Томской бригады. Им оказался бывший спецназовец Виктор Раде по кличке Немец. Он по вызову приезжал в город и делал свою работу. За наемником долго следили и, наконец-то, тайно задержали. Просидев ночь в СИЗО, киллер неожиданно согласился сотрудничать с оперативниками и пообещал помочь в поимке главаря банды. После этого все планы готовящихся по приказу Рожина убийств тут же становились известны ФСБ. В январе 1999 года бывший санитар морга Игорь Рожин и его главный подручный бывший криминальный журналист Роман Исаенко решили расправиться с Зинаидой Дель. Ее муж Александр Дель являлся главой крупной нефтяной компании. Томские преступники были тесно связаны с этим предпринимателем и со временем братки решили подмять под себя весь его бизнес. Так как у Александра Деля в то время были проблемы с сердцем и он находился на лечении за границей, бандиты посчитали, что надо убить его жену. Ослабленный болезнью бизнесмен не пережил бы этой трагедии и тоже отправился бы в мир иной. Такой был план Рожинцев. Не начни киллер Раде к этому моменту сотрудничать со спецслужбами, запланированное заказное убийство было бы совершено. Не только это. На том же месте и в тот же час лидер группировки Игорь Рожин назначал встречу своим штатным киллером. Лидер группировки называл новые фамилии жертв и устанавливал сроки ликвидации. Технические службы ФСБ записывали все разговоры бандитов и фиксировали их встречи на видео. На этой пленке запечатлен момент, когда Рожин вместе с Исаенко обсуждали детали убийства Зинаиды Дель. С главарем банды встречался и киллер Раде. За хорошо выполненную работу авторитет обещал заплатить наемнику 15 тысяч долларов. Роман Исаенко показал будущую жертву. Виктору Раде на выбор было предложено несколько образцов оружия. Но, несмотря на серьезную подготовку, убить Зинаиду Дель сразу не получилось. Женщина вела активный образ жизни и часто выезжала за границу. В марте Игорь Рожин вместе с тем же Романом Исаенко задумали проучить директора торгового центра «Пассаж» Дениса Молоткова. Криминальный авторитет постоянно предлагал коммерсанту свою надежную крышу. Но тот имел наглость отказаться от нее. По приказу руководителя банды штатный подрывник Алексей Дырин отправился взрывать квартиру Молоткова, но ошибся подъездами. Вместо двери Молоткова была взорвана квартира пенсионерки Валентины Мусохрановой. Только по чистой случайности женщина не пострадала. Я вышла в прихожую, от двери идет какая-то такая дымка. Дверь открытая, подошла к двери, замок вырван, вырвана ручка. И дверь вот эта деревянная, она вся расщепилась, потому что от взрыва. Пока продолжалась охота на Зинаиду Дель, супругу нефтяника, в городе по приказу Рожина были взорваны автозаправочные станции. С помощью таких акций томский авторитет пытался подчинить себе владельцев АЗС, чтобы лично устанавливать цены на топливо. Благодаря тому, что киллер Виктор Раде стал двойным агентом и работал уже не только на главаря банды, а еще и на спецслужбы, стали известны и новые планы бандитов. Рожин расширил список будущих жертв. В конце лета Рожин захотел прибрать к рукам городской сад, где было много коммерческих точек. Он приказал ликвидировать директора сада Владимира Ковешникова. На этот раз в качестве киллера главарь привлек своего давнего приятеля, сообщника Юрия Ардышева. Убийца не раз ходил в сад и выслеживал Ковешникова. Устраивал засады возле подъезда. Параллельно с этим покушением авторитет Рожин готовил убийство вице-мэра Томска Анисима Учителя, который курировал департамент недвижимости. В связи с тем, что фирма подконтрольной преступной группировки задолжала бюджету города полмиллиона рублей, Рожин решил погасить этот кредит автоматной очередью. Расправиться с чиновником было поручено все тому же Виктору Раде. Он как мог тянул время. То ему не нравилось оружие, то погода. В результате спецоперации ФСБ последние грандиозные планы бандитов были сорваны. Все члены группировки были установлены. Пришло время нанести удар. Тем более, что рожинцы уже имели свои виды на высокие посты в местных органах власти. Попытки участвовать в избирательных кампаниях, продвигать своих депутатов, работать на имидж тех или иных политиков, но работать имеется в виду с помощью специфических методов совершения взрывов, устрашения тех или иных людей, вплоть до физического устранения ряда неугодных людей. 28 сентября 1999 года машина наружного наблюдения ФСБ в последний раз поехала за Мерседесом авторитета Рожина. На окраине Томска главаря банды уже ждали бойцы спецназа Федеральной службы безопасности. Один из автомобилей оперативников пошел на таран бронированного Мерседеса. Оперативники долго ждали этого момента. Без стрельбы и лишнего шума Игоря Рожина задержали вместе с его подчиненными. Наручники мгновенно оказались на запястьях бандитов. Такой акции спецслужб против себя влиятельный хозяин города, конечно, не ожидал. Он был уверен в своем могуществе, и если бы что-то против него готовилось, его бы обязательно кто-то предупредил. Но не в этот раз. В первый же момент он начал сразу ныть, что ему плохо, что врача ему нужно и прочие вещи. То есть уже это был не тот Рожин, который мы видели раньше, да, за которым мы раньше следили, о котором мы много были очень наслышаны. То есть это был человек полностью подавленный и снегший. Всех задержанных сначала привезли во двор управления ФСБ. В этот же дворик выходят и окна соседей УВД Томской области. Милицейские друзья Рожина были шокированы увиденным. Никто из них тоже не мог подумать и поверить, что когда-нибудь уважаемый в определенных кругах Игорь Юрьевич будет лежать вот так лицом в землю. После этой спецоперации ФСБ оставшиеся на свободе томские бандиты поспешили уехать в сторону Новосибирска. Уже на первых допросах главарь банды занял выжидательную позицию. Он сразу же отказался сотрудничать со следствием, а потому молчал. Вел себя довольно нагло и дерзко. Он был уверен в том, что за него обязательно заступятся его высокопоставленные покровители. Но помощи так и не дождался. Время шло, а Рожин все сидел и сидел в СИЗО. Да какой я абонент, простите? Моя банда – жена и двое детей. Так, ну а почему вас тогда называют томским авторитетом? Я не знаю, какой авторитет. Нету никакого авторитета. Только что в семье и все. Главного помощника Рожина, бывшего криминального репортера Романа Исаенко, задержали не сразу. Он оказался мастером конспирации. С поддельными паспортами Роман несколько месяцев бегал по стране и в результате добегался. Но в отличие от своего шефа Рожина, после ареста Исаенко согласился сотрудничать с ФСБ и сам рассказал о своем криминальном прошлом. Так и не убивший уже никого штатный киллер банды Виктор Раде показал следователям места своих тренировок, а также продемонстрировал оружие. Дело в том, что это не моя война была. Это не мое вообще. Это не мой бизнес, не мой. Попал в эту ситуацию совершенно случайно. Так что у меня был выбор один. У меня было желание выжить. По словам Раде, его постоянно инструктировал Роман Исаенко, который показывал фотографии жертв и предлагал на выбор пистолеты и автоматы. На лесные пристрелки оружия Исаенко всегда привозил новые брошюрки Уголовного кодекса России. Эти книжки бывший криминальный репортер использовал в качестве мишеней. Виктор Раде никогда не промахивался. Он ведь опытный стрелок. Только после ликвидации всей банды Игоря Рожина работники спецслужб раскрыли планы бандитов. Намеченные преступниками жертвы наконец-то узнали, кто и за что должен был их убить. Зинаида Дель – жена нефтяного бизнесмена. Теперь все реже приезжает в Россию. Она до сих пор не может прийти в себя. Женщина никогда не думала, что попадет в прицел киллера. Насколько я знаю, был нанят убийца, который где-то вот здесь меня и должен был бы пристрелить. Вот прям где-то вот здесь. Но у них были проблемы с собакой. У нас огромный гигантский резиншнауцер черный, и они его побаивались. А это бывший вице-мэр Томска Анисим Учитель, которого тоже должны были расстрелять роженцы. Только в присутствии нашей съемочной группы он познакомился с киллером. Вот так произошла их встреча. Вот человек, которому было поручено ваше убийство. А, ну-ну, понял, ага. Ну хорошо, договорились, я в пять часов буду. Было видно, что бывший чиновник по фамилии Учитель немного растерялся, ведь не каждый день можно вот так запросто встретить своего несостоявшегося убийцу. Ну, наверное, было за что убить, поэтому и готовили покушение. А я уже потом почувствовал, что за мной начали следить, там, высчитывать мои передвижения, мое передвижение имеется в виду на автомобиле, где я куда уезжаю. Рожен обещал разработать сам лично план отхода, куда скрываться, куда убегать, шаги хотел прочитать, где машину поставить. Сначала планировали со скорпием на пистолет автомата стрелять, но потом на последней встрече уже практически был день назначен, и Рожен сказал, что возьми лучше Калашникова, в открытую расстреляю и его, и водителя, ну, вместе. Во время расследования удалось выяснить, что именно группировка Рожена еще в 97-м году первый раз покушалась на деятельность чиновника Фонда обязательного медицинского страхования Александра Диева. Тогда преступники взорвали его кабинет. Бомба сработала поздно вечером, и Диев остался жив. Вы знаете, что меня тогда удивило? Это была акция устрашения, но при этом почему-то у меня ничего не просили. Я так и не мог понять, откуда вот такой вот подарок прилетел в виде взрыва. Спецслужбы Томска до сих пор выясняют, кого еще взорвали, убили или пытались убить Роженцы. И это несмотря на то, что дело дошло до суда. Оперативникам с трудом, но все же удалось обнаружить и ликвидировать оружейный склад банды Рожена. Отвечал за хранение боеприпасов Дмитрий Ушаков. В его видении был весь этот арсенал, которым можно было бы вооружить целое войсковое подразделение. Десятки пистолетов с глушителями, автоматы с оптическими прицелами, гранатометы, тротиловые шашки, боевые гранаты, патроны в ящиках и ведрах. Все это было закуплено для бойцов бригады Игоря Рожена. Для чего столько стволов? К чему готовились бандиты? Куда делись автоматы и пистолеты, которые по документам Ушаков выдал еще в конце 90-х годов? Главный оружейник авторитета вел учет и все фиксировал в своих документах. Несмотря на то, что оперативникам ФСБ стали известны планы бандитов и предотвращены убийства и серия взрывов, Рожен так и не признал своей вины. Он и на суде утверждал, что никого не собирался убивать, а просто это была игра с чекистами. Профессионально занимался торговлей бананами. Что вы боитесь? И людей не обижали? Ну где потерпевшие? На суде же не было ни одного потерпевшего. Кто же мне на меня кто-то указал бы? Все боятся вас. А что мне боятся? Мне дали 14 лет в срок. Что мне боятся? Я просила ему 20 лет. 20 лет с учетом именно банды, лидера его, как лидера этой банды, организатора банды. Речь шла о приготовлениях к убийству. Ни одного трупа не было. Ликвидация этой банды во многом оздоровила обстановку, показала населению и тем же самым бандитам, кто на самом деле является властью, кто является силой. Это свечки, только иконки не хватает. Буду как бездомный. Знаете, что? Насчет того, что позировать, это самое известное Голливуд, а я дорогу в Штирлицу перебегать не хочу. Субтитры подогнал «Симон»